Приветствую! Сегодня хочу немножко вам рассказать про невропатию и невралгию. Что это такое? Как это проявляется? Как это заподозрить? И как это можно лечить? Наверняка вы слышали такое понятие, как невралгия тройничного нерва. Но давайте сначала разберемся, что такое невралгия. Невралгия простыми словами это страдание любого нервного волокна и как правило с болевым компонентом. Невралгия, боль. Бывает невропатия. Дословно невропатия это просто страдание любого нервного волокна. Невралгия страдание с болью, невропатия просто страдание. Это может быть абсолютно любой нерв. Как правило, это периферические нервы. Если возьмем руку, это может быть невралгия, либо невропатия локтевого нерва, либо невралгия, либо невропатия срединного нерва, либо лучевого. Как это будет проявляться? Если это касаемо верхних конечностей, это могут быть неприятные ощущения в кисти, это могут быть покалывания, это может быть выпадение чувствительности. Если вы взяли кружку с чаем, вы не чувствуете, что она теплая, либо моете руки в холодной воде, вы не чувствуете то, что она холодная. Это могут быть болевые покалывания, это могут быть бегания в кавычках мурашек по руке, это может быть ощущение онемения и так далее. У лиц, страдающих сахарным диабетом, либо другими метаболическими заболеваниями, бывает невропатия, связанная именно с повышением сахара в крови. Это, как правило, диабетические невропатии. Еще говорят, страдания по типу носок и по типу перчаток. То есть по типу перчаток это кисти, по типу носок это стопы. Как заподозрить, я вам вкратце уже сказал. А что в целом происходит с нервным волокном? Простыми словами происходит демилинизация в какой-то мере. Мейлин это такая оболочка, которая покрывает нервное волокно. Благодаря мейлину скорость нервного импульса от головы к периферии возрастает. То есть из-за вот этого мейлина происходит быстрый импульс, быстрая передача информации. Я вот подумал и поднял руку. Подумал, опустил руку. За счет мейлина я быстро могу это делать. И мейлин, он еще является защитным компонентом. И вот когда происходят различные процессы метаболические из-за высокого сахара, мейлин может страдать. Также из-за высокого сахара страдают сосуды. То есть все заболевания, как говорят, не от нервов, а от сосудов. Потому что даже в тоненьком нервном волокне есть сосуды. И вот когда эти сосуды страдают, нерв плохо питается, там плохое кровообращение, возникают свободные радикалы, которые вторично его повреждают и отсюда возникает вся симптоматика. Поль, покалывание, мурашки, а не менее. Поэтому все проблемы из-за сосудов. Если бы человечество научилось бороться с атеросклерозом, мы жили бы намного дольше. Поэтому простыми словами, нерв это как обычный провод. Провод, вот мы его трогаем, нас током не бьет, потому что он защищен. А если мы очистим защитный слой провода, там окажутся два проводника. Мы за них коснемся, скорее всего нас ударит током. Вот то же самое происходит и с нервным волокном. Значит, как лечиться? Лечиться все достаточно индивидуально, потому что лечить нужно не невропатию, а лечить нужно человека. Поэтому если у вас есть что-то подобное, обращайтесь ко мне на консультации, приходите ко мне на прием. Я вам постараюсь обязательно помочь. Спасибо за подписку, спасибо за лайк. Ну и пишите ваши комментарии. Ваш доктор.